В игровой индустрии в основном бывает два типа игр про Вторую мировую войну. Те игры, которые передают драматическую историю бойца или целых отрядов, и те, которые можно обозначить фразой «Пиу-пиу, весело убиваем нацистов». Снайпер Elite VR явно хочет принадлежать к первой группе игр, но не выходит. И дело тут не только в сюжете, но и в геймплее и постановке. Но давайте обо всём по порядку. КОНЕЦ Кстати говоря о «Пиу-пиу», спонсор данного обзора – Warpoint. Warpoint – это командный шутер, где участники сражаются друг против друга, аналог игры Counter-Strike, только в формате виртуальной реальности. Современные VR-шлемы Oculus Quest 2 – полностью свободное перемещение, никаких проводов и ограничений. Собирайте команду от 2 до 10 человек и отправляйтесь в бой на большой VR-арене. Незабываемые впечатления и эмоции вам гарантированы. Арена Warpoint открыта уже более чем в 25 городах России. Записаться на игру можно на сайте warpoint.ru. По промокоду TITVR действует скидка 20%. Сюжетно нам рассказывают историю бойца итальянского партизанского сопротивления, который пережил ужасы войны и теперь греет свои кости на солнышке, сидя на пороге своего домика с виноградниками вокруг. Перед ним играются его дети и внуки, а сам он вслух размышляет о том, что воевал он именно для того, чтобы дети могли играть и никогда не пережили те ужасы войны, что он пережил. Эти размышления прерываются воспоминаниями отдельных эпизодов войны, которые и являются миссиями в игре. Во время миссии сюжет раскрывается. Вот тут у нас лучший друг Матео, тоже боец сопротивления. Тут домик отца, разрушенный оккупационными войсками фашистов. А вот тут главный герой с другом Матео в детстве ползали по скалам и бегали по пляжу. К сожалению, этими монологами всё повествование в игре и ограничено. Актёр, читающий текст, не столь эмоционален, но это и обосновано. Мы слышим старика, вспоминающего события 70-летней давности, а не молодого бойца, готового на подвиги. Но всё равно этот метод повествования немного сбивает с настроя, когда закадровый голос монотонно говорит «От увиденного у меня закипела кровь, и я был решительно настроен выбить немцев из дома моей тётушки любой ценой». Кроме голоса главного героя и периодических воплей нацистов на ваши выстрелы, вы не услышите в игре никого говорящего. Тут нет диалогов между солдатов, переговоров по радио или даже каких-либо объявлений через громкоговоритель. Пара солдат будут стоять рядом у костра, и если вы подкрадёстесь к ним поближе, то увидите, что они молча смотрят в пустоту перед собой. Если вы когда-либо играли в Снайпер Элит, то вы должны быть знакомы с основными механиками. У героя есть снайперская винтовка, являющаяся основным оружием истребления фашистов. На пояс вешается пара гранат, взрывчатка, мина или растяжка. Геймплейно вы занимаете удобную позицию, целитесь из винтовки, выбирая жертву, ждёте шум, который произойдёт на локации. Это может быть пролетающий над головой самолёт, звук стравливания воздуха на заводе, или даже просто генератор, который вы сломали минутой ранее. Когда происходит звук, заглушающий выстрел, вы нажимаете курок левой руки для задержки дыхания и производите выстрел. Задержка дыхания показывает дополнительный индикатор того, куда полетит пуля. В традиционной манере на пулю влияет гравитация и ветер. На сложном уровне сложности этот индикатор не показывается, как и в плоской игре. Если выстрел удачный, то вам покажут традиционный для серии пролёт пули, а потом детализированное изображение того, какую часть нациста разорвала этой пули. Передёргиваем винтовку и ждём следующего пролёта самолёта для следующего выстрела. Таким нехитрым способом можно пройти большинство миссий, не поднимая тревогу и не привлекая к себе лишнего внимания. Тем более затихие и незаметные убийства дают больше очков. Если труп солдата найдут товарищей, не беда, просто спрячьтесь, нашедший поудивляется, походит минуту вокруг трупа и вернётся на свой обычный маршрут, как ни в чём не бывало. Если же вы не любитель сидеть часами в кустах, выцеливая по одному фашистов, берите в руки автомат и отправляйтесь изображать Рэмбо. На автомате тоже можно задерживать дыхание, но это вам не особо помогает, потому что противник будет постоянно поливать вас огнём, причём достаточно точно. В таком экшеновом режиме проявляются все недостатки интеллекта противника. Накинутую гранату солдат прореагирует криком «Граната!» и останется на ней стоять до конца своей жизни. Солдаты, прячущиеся за укрытием, часто удобно выставляют ногу или голову для стрельбы по ним, а порой прячутся под странными углами, так что всё их тело не спрятано. Для добавления сложности порой встречаются бронированные нацисты. Если со снайперской винтовки нет разницы, пуля в голову убьёт любого, то с автомата в этих ребят можно отстрелять обойму, прежде чем они решат покинуть этот бренный мир. Механики обращения с оружием сделаны хорошо, но не до конца отполированные. Порой надо долго махать обоймы автомата перед самим автоматом, пока не поймаешь правильный угол и точку, в которую магазин вставляется. То же самое с схватанием оружия второй рукой. Очень часто мне приходилось водить рукой туда-сюда в поисках того места, где, по мнению разработчиков, я должен держать автомат. Оружия хоть и разнообразные визуально, но на деле винтовки ничем от друга от друга не отличаются, за исключением одной полуавтоматической версии и единственной версии с глушителем. У остального оружия разнообразие чуть больше. Пистолеты бывают рюбальверного типа, полуавтоматические, с глушителем и обычные, а автоматы разных стран разбавляются дробовиками. У вас есть возможность повесить на себя достаточно большой арсенал, но только два основных оружия. Зато пистолетов на себя вы можете навешать аж четыре штуки, что довольно прикольно, можно зарядить четыре револьвера и устраивать как бойскую бойню. Кроме разнообразного огнестрельного оружия, в игре есть разная взрывчатка, от заряда, который надо подбросить противнику и выстрелить в него для детонации, до панзерфауста, которым можно выкосить отряд противника, спрятавшийся за грузовиком, или даже уничтожить редкий БТР. Гранаты в игре можно кидать только по кнопке, как в аркадном батл рояле Популейшн 1, что немного разочаровывает, так как все остальные механики сделаны, ну, на должном уровне. Отдельно стоит отметить рукопашный бой, подкрашившись к противнику сзади, достаточно погладить его прикладом по спине, чтобы он очень драматически умер. Ощущается это немного странно. На протяжении 19 уровней, которые длится игра, не сказать, чтобы нас баловали локациями. Нет, я, конечно, понимаю, что мы играем за партизан отдельно взятого региона Италии, и не ожидаю, что нас перекинут на Восточный фронт или воевать с японцами, но всё же места тут одинаково выглядящие. А в некоторых уровнях ещё и повторяющиеся. Главный герой никогда не покидал родной регион, и во время войны он остаётся творить локальный геноцид гитлеровцев. Дизайн локаций тоже не блещет детализацией. Внутри помещений будет максимум пара предметов мебели и гигантские бутылки на столе. Вспоминая Model of Honor становится как-то грустно. В одном из интервью дизайнер Sniper Elite VR назвал игру ААА по уровням VR, но тут он явно слукавил. В игре нет ни постановки, ни масштаба даже плоских игр серии. В третьей Sniper Elite для ПК был и сюжет, и разнообразные локации, и чуть более умные противники, и даже более детализированное рентген-изображение при стрельбе. Проблема порой заметна и по масштабам. Иногда казалось, что я лилипуд перед огромным столом, и чтобы дотянуться до другого края стола, мне надо вызывать такси. В некоторых миссиях очень комично выезжает на поле боя грузовик или БТР, и у меня каждый раз было ощущение, что он выезжает на салазках, и мне абсолютно не казалось, что передо мной настоящий транспорт. Ну и конечно стоит опять припомнить проблему с руками, хватаниями и перезарядкой. Камон, уже столько есть VR игр с отполированной стрельбой. Почему это так сложно сделать хорошо? А сюжет, который тут хоть и есть, сделан просто для галочки. От переживаний главного героя клонит в сон, а когда происходят неожиданные сюжетные повороты, ничего неожиданного в них уже не остаётся. Обрывается игра так же неожиданно, как и начинается. Главный герой просто сообщает, что последний выстрел, последний миссии, был последним выстрелом в его жизни, и пытается сделать какие-то выводы, типа, что надо защищать свою страну, но вообще убивать это плохо. Тем не менее, Снайпер Элит VR это тот тип игр, который я надеюсь появится больше в VR. Середнячковый, законченный шутер, хоть и с минусами, но готовый от начала и до конца. Это как кино, о котором забудешь сразу после просмотра, но пока смотришь, получаешь удовольствие. В российском регионе игра стоит чуть более 500 рублей, что очень неплохая цена за такой продукт. А вот если вы захотите взять версию для квеста, то она обойдётся вам уже в 30 долларов. Обзор делался на основе ПК-версии. Ставьте палец вверх, если вам понравилось, палец вниз, если нет, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваше мнение о Снайпер Элит VR. Увидимся в виртуальной реальности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!